В панику я не впала. Спасибо друзьям или себе. В принципе, я в себе так установила, что сегодня онкология болеет очень много людей. И умирают много. Настолько, что умирают от других болезней. Поэтому, когда человек уходит в Путину, ему, наверное, все равно. Инфаркт у него. Или инсульт, или онкология. В данном случае онкология. Я себя сжала в кулак и сказала, не раскисать. Но это не значит, что не было слез. Были. Были. Особенно, когда лопал волос. Здесь я не сдержалась. А так, в принципе, я себя очень хорошо сжала и держала до последнего. Не сейчас держусь. Здравствуйте. Проходите. Проходите. Татьяна Филипповна, ну, в этой невероятно сложной, трудной, как физическом, так и в эмоциональном плане борьбе со смертельно опасным заболеванием вы все равно вышли победителем. Я понимаю, что сейчас вам будет не очень приятно вспоминать тот сложный период в вашей жизни. Ну, давайте попробуем, может быть, обходя стороной какие-то особенно тяжелые для вас моменты, вспомнить, как это все начиналось. В январе 2015 года мне с поликлиники терапевт позвонила на предмет того, что нужно, ваш год проходит диспансеризацию. Я понимаю, согласна ли вы ее пройти. Я, конечно, дала добро. И при прохождении диспансеризации у меня выявилась онкология. Причем я настолько не верила в это, потому что особых показаний к этому не было. А учитывая, что я часто болела в последнее время, то в реанимации была, то еще что-нибудь, я как-то отслеживала свои показатели по крови, там, свое самочувствие, все. Я, в общем-то, до последнего времени не верила и собралась ехать в санаторий. Поездка была запланирована и куплен билет уже и путевка на 15 марта. А 12 марта мне окончательно по итогам диспансеризации и в онкологическом центре установили онкологию молочной железы. Давайте сейчас затронем более приятную вещь. Это ваших родных, близких, друзей, знакомых, которые наверняка вас очень поддерживали в этот сложный для вас период. Вот, может быть, за это время у вас появились какие-то новые друзья. Так сказать, собратья по несчастью, поскольку такая дружба, она крепкая, сродни армейской, наверное. Ну, что я хочу сказать. Все, конечно, мои друзья, одруженные с 71-го года, то есть это уже как родственники, а не друзья, были шокированы. Были шокированы. Но надо отдать должное им спасибо на протяжении всего периода. Учитывая, что у меня дочь проживает в Москве, я от них видела только поддержку. И такую поддержку, за которую можно им только в поиск поклониться. Это мне занимали очередь к этим конкологам. Ну, и в общем, вели меня, и звонили, и сообщали. И приходили, кто говорит, давайте придем, уберем, поможем, кто приготовить. Но этого все не потребовалось. Спасибо за внимание всем. Я просто не хочу поименно называть, потому что боюсь кого-то пропустить. Настолько много друзей, и настолько они меня это понимали и поддерживали, что я им благодарна. Но до самой смерти не буду. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Сейчас я вас познакомлю со своей семьей. Где-то, где-то мама с нами жила. Вот, допустим, это мой муж, я и мама. Еще Леночки тогда не было. Ваша дочь безумно похожа на вас, вот правда. Вот даже можно сравнить, смотрите. Одно лицо. Это вот фотографии таких прошлых лет, еще довоенные. Это какие годы примерно? Ну, это перед войной где-то. Вот, 39-й, 38-й, наверное. Это вот мама моей мамы. Это ее, это дедушка. Так что таких уникальных фотографий, по-моему, только у меня осталось. Татьяна Филипповна, ну, я знаю, что, когда вы уже начали идти на поправку, ваша дочь Елена решила устроить вам поездку в Париж, вот, чтобы воздействовать, возможно, на ваше психологически подавленное состояние новыми впечатлениями, радужными какими-то эмоциями. Вот, расскажите, пожалуйста, об этой поездке, поделитесь с нами. Своими воспоминаниями наверняка приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Естественно, были моменты, когда вы оставались без поддержки близких вам людей, оставались наедине со своими мыслями. И в тот момент, скорее всего, для того, чтобы смягчить вот это психологическое давление, вам нужно было, скорее всего, чем-то заниматься. То есть, может быть, была какая-то литература, какие-то фильмы, возможно, работа. В общем, какие-то вещи, которые вас отвлекали от мыслей о болезни и помогали вам психологически справиться с этой нежью. Конечно. Основной, конечно, упор был на то, чтобы не лежать глаза в потолок и о чем-то думать, а именно быть занятой. В этом я имею подработку по экологии, какие-то работы делаю, какие-то звонки постоянные есть, допустим. На основной работе я уже не работала, на больничном была. А так вот подработку имела, конечно, по экологии, старалась ею заниматься. Это, конечно, дало свои положительные результаты, что у меня практически не оставалось времени, чтобы я была вот в каком-то пространстве. Татьяна Филипповна, я знаю, что вы не сразу признались дочери в том, что у вас такой страшный диагноз. Почему? Не хотелось, конечно, волновать самого близкого человека, потому что она не видя меня, а зная мой диагноз при любых своих неприятностях, это только давало бы ей дополнительную какую-то такую нагрузку плохую. Она бы постоянно расстраивалась. Когда она приехала в мае и увидела меня, я ей объяснила, почему я не сообщила, что я сама себя обслуживаю, помогают друзья, приходят. Поэтому она увидела меня, что я не лежача, ничего. И это, конечно, поспособствовало. Да, мы немножко расстроились с ней, но потом взяли себя в руки, и она, и я. Она очень много внимания мне уделила, и приезжала после операции. Так приезжала, и два-три дня ей свободных, она прилетала сюда. Спасибо ей и Денису, который тоже оказывал такую помощь. Поэтому я очень рада, что так вот дети не оставили меня без внимания. А подругам я говорила и говорю, вечно им здоровье, вечно им благодарность, потому что без такой поддержки трудно выживать. Татьяна Филипповна, я знаю, что после химиотерапии человеку может быть очень плохо. То есть тошнота, головокружение, какие-то другие очень неприятные, ужасные симптомы. И желательно, чтобы рядом находился какой-то человек, который бы иморально и физически поддерживал. Вот если ваша дочь в Москве, то кто помогал вам в тот период? Ну, что я хочу сказать. Как-то, в общем-то, были такие моменты, когда было сложно, допустим, и тяжело. Но до такой степени, чтобы многие предлагали подруге, чтобы прийти ночевать со мной. Ну, как-то я справлялась своими силами, поэтому как-то не пришлось им. Но спасибо, они в магазин, если нужно, они походили за продуктами, мне помогали. Предлагали свою помощь по уборке квартиру. Но, слава богу, этого не пришлось делать, поэтому как-то вот справилась я с этим делом. А поддержка, конечно, от друзей была колоссальная. Процесс лечения этого заболевания длительный. И занял он у меня, если его обнаружили где-то в пределах 12 марта, а 8-го была уже операция. После операции опять было продолжено лечение. И на всём этом периоде, конечно, были разные врачи. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех врачей, которые приняли в моём участии, в моём лечении. Это онколог мой непосредственно, Лысенко Анна Николаевна. Это химиотерапия, это онколог по химиотерапии, Тамара Васильевна. Это хирург, который непосредственно сделал мне операцию, Байчёров, Эльбрус Асланбекович. Хочу обратиться к тем людям, у которых обнаружили данный диагноз или период установления такого диагноза, чтобы ни в коем случае не падать в отчаяние. Всё преодолимо. Лечиться нужно до последнего и бороться до последнего. Для этого у нас есть и онкологический диспансер, где неплохие специалисты. Поэтому отчаиваться ни в коем случае не надо, только позитив. Выполнять все операции – это все те требования, все назначения, которые вам рекомендуют. Идти вперёд смело и в уверенности того, что эту болезнь можно преодолеть. Редактор субтитров А.Семкин